Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами быстренько и кратенько обсудим Т28Дефендер. Обсуждать будем по одной простой причине. Не потому что машинка суперфановая, хотя что-то в ней есть. Не потому что это суперымба, хотя что-то в этом тоже есть. А именно потому что у нас сейчас есть в магазине предложение на Дефендеры. Вывалили на продажу Дефендеры, вывалили Т28Дефендер. За 7500 вывалили ИСА третьего защитника, за 7500 вывалили Дефендер МК-1 за 8500 и за 8500 вывали АМХ Дефендер. Начнем мы с вами с Т28Дефендер и обсудим его. Я помню, когда я еще только начинал играть в танки, он только тогда появился буквально через полгода-год, если я не ошибаюсь. Я в танки играю практически с момента зарождения этой игры на платформе для Android. Стоит, короче, в блице я практически с самого начала. И помню, когда этот танчик появился, это была какая-то имба, просто имба вот неописуемая. Почему? Потому что броня вот так вот просто бомба. Потому что на то время иметь у себя в распоряжении на 8 уровне не цикличный барабан, это было что-то, ну, удивительное. Тогда барабанов не было. ИС-3 защитник он тоже всех удивлял наличием барабана. Ну, короче говоря, все пытались как-то сторониться от этих танков в бою и очень сильно расстраивались, когда заходили в бой и видели против себя Дефендер. Особенно Т-28 Дефендер на дальних расстояниях всех просто пугал своей пушкой. Почему пугал? Да потому что, ребята, на 8 уровне 400 единиц урона умноженное на 3 снаряда. Это вам не шутки. 1200 единиц урона. Это прикольно, согласитесь. Особенно с бронепробитием в 225 единиц. И особенно с временем перезарядки в магазине. Пускай не сильно быстрым, но и не сильно долгим. Единственный минус этой машинки на сегодняшний день уже заключается в том, что есть танчики с барабанами, дозаряжаемыми. Есть обычные цикличные барабаны, в которых снаряды перезаряжаются быстрее. И время перезарядки, соответственно, магазина тоже существенное уже на сегодняшний день. 20 все-таки секунд с копейками. Это вам не шутки. Что же касается урона в минуту, 2135 на сегодняшний день уже, честно говоря, не сильно нагибающий показатель. Что касается времени сведения, тоже, как бы, ну, обратите внимание, циферка такая более удручающая, чем радующая. Но их мы оценим непосредственно в самом бою. Что же касается подкалиберных 270 единиц пробития, позволит вам сопротивляться против девяток. Но, я бы сказал, практически без печали. В отношении живучести, стойте на плюс-минус среднем расстоянии. Стойте прямо, но немножечко можете там подавать угла, но, в принципе, не обязательно. И в целом вы вполне живучая машина. Хотя, все-таки, ну, время перезарядки магазина, оно существенно бьет вам по нервам, когда вы в бою. Итак, ребят, это было кратенько по поводу Defender. Я думаю, пока больше обсуждать нечего. Закатываемся в замес и смотрим, что эта машинка может на сегодняшний день. И сразу, когда мы посмотрим, мы вернемся к вопросу, а стоит ли покупать эту машинку? Стоит ли она на сегодняшний день таких денег? Приносит ли она настолько фана много? Приносит ли она фарма? Я не знаю, то есть, ну, есть ли причины отдать за нее ту сумму, которую за нее просят? Пока мы заходим в бой, хочу попросить каждого из вас. Вот здесь внизу, в правом нижнем углу, есть желтый шильдик. Надедите на него мышечкой. И вы сможете буквально в один клик подписаться на канал. Я вам буду очень благодарен. Вы сделаете огромное одолжение и окажете огромную поддержку моего канала. Так, ну, начинаем заценивать танчик тогда. Подвижность танчика. Подвижность танчика, я бы сказал, довольно неплохая. Эта ПТшка, она не должна быть, в принципе, быстрой. Она идет наравне с ТТшками. Вы не опасете задних. Да, безусловно, средние и легкие танки вырвутся вперед. Это все понятно. Тут, в принципе, и возражать нет против чего. Особенно с учетом того, что у нее есть броня. Но, как бы, сам Бог велел помедленнее немножко передвигаться, чем могло бы быть. Что касается того, чтобы разворачиваться на месте. Крайне неудобно. Скорости разворота на месте не хватает. Зацениваем сейчас по ходу и сведение. Сведение вот такое вот по скорости. Я бы не сказал, что оно имбовое и оно очень неприятное. Ну, прям совсем неприятное. Вот сейчас ВЗ-шка начинает уезжать. И мы пытаемся в нее свестись. Время перезарядки между снарядами тоже оставляет желать лучшего. Поэтому, в принципе, рассчитывать на то, что вы будете шотить на ней прям просто-таки как шальной, можете не рассчитывать. Не позволит вам все-таки Defender Т28 этого делать. Но вот такая вот особенность у данной машинки. Как видите, скорости разворота не хватает. Скорости того, чтобы сдать назад, не хватает. У ВН-чики приятные. Здесь не поспоришь. Мне всегда нравились. И вот когда ты вот так отыгрываешь, это очень приятно. Вот поверьте, ему сейчас некуда вас бить. Но от слова совсем. Потому что, в принципе, броня у башни, она крайне приятная. А вот борта, да, шьются, шьются легко, шьются абсолютно без проблем. Вот, в принципе, и есть первый бой на Т28 Defender. Заканчиваем этот бой, досматриваем его, закатываемся в следующую катку. Возможно, там нам повезет больше. Итак, друзья мои. Закончился наш бой, закончился поражением. Каким-то непонятным чудом мы умудрились нанести 1300 единиц урона. Я, честно говоря, этого даже как-то и не заметил. Мы не ушли в минус по серебру. Это уже приятно. И мы находимся в нашей команде на втором месте по урону. В целом, танчик может и больше. Просто повезло, скажем так, не повезло нам, повезло противникам вынести нас первыми. Ну и, соответственно, немножко косанули в том, что не пошли на тот фланг, куда надо было перекрыть. Соответственно, зашли в тыл, ну и разобрали. Тут как бы ничего удивительного нет. Что же касается самой играбельности Т28 Defender. Для меня лично и по моим субъективным ощущениям. На сегодняшний день Defender, он существенно начал пасти задних. Как я уже сказал, в первую очередь он начал пасти задних именно из-за скорости перезарядки орудия в целом. И особенно из-за скорости перезарядки снарядов в самом магазине. Просто настолько уныло и настолько грустно стало играть на этом танке. Но не потому, что, я думаю, сам танк понерфили. А больше исходя из того, что появились новые, более качественные, более имбовые в данных вопросах машинки. С которыми ему просто уже сложно соперничать. Это знаете, как сравнивать боксеров, которые боксировали, не знаю, там где-то лет 30-50 назад и боксеров современных. Совсем другая техника, совсем другая подготовка. Все другое. Да, в свое время эти боксеры, они просто были легендами. Вот если сравнивать с легендами бокса, то, наверное, Defender это был себе такой себе практически Мухаммед Али. Который действительно мог очень хорошо натыкать всем по морде. А ему морду пробить было крайне сложно. На сегодняшний же день данная машинка не отличается такими показателями и такими возможностями, чтобы прям вот кому угодно можно было нос в кровь разбить. Эта машинка сейчас превратилась в такую, которую можно, опять-таки, ребята, это мое субъективное мнение, выкатить из ангара ради фана раз в несколько месяцев. И то, возможно, не всегда еще и удовольствие получить от этого боя. Но это мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны, поправьте меня в своих комментариях. Напишите, как у вас получается, если у вас есть Defender. Как у вас получается на сегодняшний день на нем отыгрывать? Что у вас получается на нем делать? Является ли этот танчик настолько же фановым, настолько нагибающим, как он был раньше? Особенно, если вы этот танчик имеете у себя в ангаре стоящим уже несколько лет и не покупали его, допустим, там полгода-год назад. Так, ребятки, ситуация плачевная, мне она очень сильно не нравится, честно говоря. Поддержки особо не будет никакой, приходится отстаивать. Ну вот броня действительно у Defender радует, и сказать, что ее нет, я не могу. Она с передка есть, есть однозначно, против этого как бы не попрешь. Главное, чтобы расстояние между вами и соперниками было достаточное. Так, ну сейчас остается нам только куда-то пытаться откатываться, держать позицию. Вот сейчас Т-34 почему не торопился по нам отстреливать? По одной простой причине, потому что для семерок своей броней мы действительно являемся, но тяжелым препятствием для того, чтобы нас продавить и пройти. Вот сейчас была бы перезарядка в два раза короче, мы бы уже добрали этот танчик, ну и, соответственно, в принципе, поехали бы дальше танковать. А так, ребята, честно говоря, ну немножко уныленько. Но уныленько исключительно из-за перезарядки. Была бы она чутка побыстрее, было бы куда пофановей. Ладно, я так понимаю, что сейчас, скорее всего, мы останемся один на один против троих товарищей. Повезло нам, что психанула сейчас сушка. Нам очень повезло. Уйду на перезарядку всего магазина по одной простой причине, потому что с двух снарядов я однозначно не разберу двух этих товарищей. Ну, просто физически не смогу себе этого позволить. Явно сейчас они попытаются ко мне выехать, попытаются меня раздолбать. Странная игровая ситуация. Сейчас у меня были все шансы его пробить. И, в принципе, в зуто я попал, как я видел, в зелененькое. Уйду еще раз на перезарядку, перейду на голду. Но вот все-таки перезарядка, блин, ну такая унылая, просто-таки ужас. Вот прям кошмарный кошмар. Окружать явно сейчас меня начнут. Моя задача сейчас забрать одного из них любой ценой. Тогда у меня есть хоть какие-то шансы. Включим немножечко ускорение нашего движения. Так, есть зуто в ангаре. А вот сейчас самая неприятная часть нашего с вами марлезонского балета. Потому что у меня есть существенное время перезарядки, которое оставляет желать лучшего. А у него такого времени перезарядки нет. Ну вот сейчас вопрос. Кто кого переиграет и главное за счет чего. Не смог я, ребят, не смог отыграть. Я думаю, что многие мне сейчас напишут в комментариях, что я олень, рак. Ну вот как-то не получилось. Были шансы, я согласен с тем, что шансы были. Но все-таки угол склонения, он немножечко не позволил мне выехать на горку. Давайте теперь суммировать 2400 единиц урона, 5 уничтоженных противников. Что касается серебрухи, ну есть да и есть, слава богу. И я бы сказал, что приятное, слава богу, с учетом проигрыша. Но за счет, я так понимаю, насыпанных медалей. И мы заняли первое место в команде по урону. Давайте теперь будем суммировать. Мое честное и скромное мнение. Т-28 Defender на сегодняшний день не является тем имбовым танком, которым он был ранее. Он однозначно уступает всем в бою в скорости перезарядки, в скорости сведения и в скорости перезарядки снарядов непосредственно в самом магазине. Вот будь эти циферки повыше, и это был бы действительно офигенский нагибающий танк в игре. Просто таки суперская бомбовая ПТ. Что касается предложения за 7500, я вам скажу так. На сегодняшний день, с учетом того, что за 7500, буквально недавно, в районе 7500, можно было купить ту же самую, допустим, Акулу. Я думаю, что покупать конкретно Defender за 7500, это немножечко перебор. Особенно исходя из того, что ему не дали ровным счетом ничего, кроме красотульки вот этой, да, которая, в принципе, ну, ни о чем. Место в ангаре и, соответственно, открытая вся оборудка. Если бы здесь были, я не знаю, там какой-то месяц према, там, не знаю, дополнительные контейнеры, из которых, возможно, что-то может выпасть вам. Ну, там, я не знаю, там, один или два контейнера, собери их все. Или, там, ну, не знаю, какой-нибудь контейнер, из которого что-то теоретически может вам выпасть, помимо, да, там, всякой шелухи. То тогда, безусловно, может и имело бы смысл. На данный момент мое скромное мнение следующее. И вот теперь обращаюсь к тем, которые обвиняют меня в том, что я работаю на Wargaming, и Wargaming платит мне деньги за рекомендации танков и за рекламу танков. Так вот, конкретно Defender за 7500 я остро не рекомендую. Я думаю, что ему на сегодняшний день золотая цена где-то в районе 6 косарей голды. Если вы со мной не согласны, пишите об этом всем в комментариях. Я вам обязательно отвечу, ваше альтернативное мнение будет полезным и важным в принятии решений теми, кто думает над тем, покупать себе этот Defender или не покупать. А на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, приходите на стримы, я всегда буду рад вам. Всем всего хорошего, всех благ, исключительно мира вам и спокойствия.